всем привет здравствуйте мои дорогие девочки мальчики сегодня покажу вам то что я сделала и покажу также то что я вам обещала помните я заказывал на тему шину для занавеса для чего я ее заказала вот девочки уже обратили внимание в прошлом видео видите какая заставка меня спрашивали что это такое девочки это еще раньше давно я заказывала у тему вот такую штору она 3 на 280 по моему или даже больше 3 не помню точно размер ну ширина 3 метра и видите я наверху сделала шину которую я заказала на тему и вот прицепила эту занавеску она оказалась на 10 сантиметров короче чем мне нужно было поэтому я планирую наверху просто пришить полосочку ткани шириной 10 сантиметров по и потому что когда я ну снимаю видео самый верх в принципе не видно видно больше вот эти окна и тогда у меня просто напросто вот эта штора будет до самого пола а сейчас вот обратите внимание видите там не хватает я сбоку повесила еще белую штору чтобы она закрывала вход в комнату в мастерскую и вот мне нужно выровнять чтобы эти занавески были на одном уровне то есть до пола белая она конечно гораздо гораздо длиннее там еще подвернуто а вот эту нужно наставить очень красивая заставка это получается три арочных окна и как бы снаружи падает свет но обратите внимание девочки вот там я подвесила лампу то есть сзади за занавеской светит лампа которая усиливает этот эффект как будто в окна светит солнце ну тут мне нужно еще поработать со светом то есть мне нужны переходники потому что там все кабеля или кабели с усп и для каждой нужны переходники поэтому меня пока вот там одна лампа висит но все равно видите как интересно выглядит действительно как будто падает свет и так это я вам показала далее я сшила девочки курточку и жилет я вам не показывала как я это делал это я сделала давно в общем у меня не хватало ткани закончить полностью этот комплект это ткань стёжка которую мне присылала если не память не изменяет катюша негру из молдавии в подарок это стёжка и она с люрексом я пробовала отрезала кусочек делать подкладку для сумки но так как там сверху сеточка ну не очень удобно потому что не цепляется за нее я подумала почему бы не шить какую-то одежду долго думала что можно шить и придумала я вам оставлю ссылочку на инстаграм я подписана на девочку которая демонстрирует готовую одежду насколько я поняла они закупают в общем продают в россии по моему турецкое происхождение ну в общем идеи там интересные и вот я ее конечно еще не довоплотила по задумке у этой курточки должна быть молния по мне нужно заказать для длинную молнию и к этой курточки можно пристегнуть то есть одна сторона молнии пришита куртки 2 свободная к ней пришивается ткань просто тоненькая плащевка складочками как будто это юбка ее можно убрать можно носить вот так курточку и третий элемент тогда получается как бы куртка юбка жилет давайте я вам покажу поближе сначала эту куртку и затем покажу жилет и конечно же в конце все это продемонстрирую обратите внимание девочки я сшила рукава вот из этой ткани которую я вам показывала в последнем видео это я заказала на тему тоже сама то есть это не кооперация штора это не кооперация то есть все что было на кооперации я вам показала видео а это я заказывала за свои деньги то есть то что мне понравилось вы помните девочки что эту ткань я использовал для пошива шапочки у меня остался еще осталось полтора куска то есть полтора метра и я решила а почему бы не сделать рукава то есть черный черный также я сделала воротничок из этой ткани ну то есть то что мне не хватало я дополнила все остальное был сшиты из вот этой ткани это баллоневая ткань покрытая вот этой сеточкой с люрексом и простеганы они вместе эта ткань не имела обратной стороны то есть там был ну как бы тоненький слой ватина тонюсенький прям поэтому нужно было делать подкладку я раскроила по выкройке девочки по моему джинсового пальто я постараюсь если не забуду оставить ссылочку на это видео где шил джинсовое пальто это та же выкройка просто я укоротила и сделала ну такую курточку немного спущенное плечо вот такие рукава и вот на манжеты видите у меня хватило вот этой ткани ну как бы связать чтобы не было просто черные рукава не туда не сюда поэтому у меня манжеты тоже из этой блестящей ткани радио ой извините скрипит покажу сзади у нее еще интересная стежку в этой ткани идет вот так полосами полосы и внутри вот такие вот как галочки перевернутые видите то есть идет все полосами полосами поэтому здесь конечно кроить ну скажем так чтобы все подогнать немножко ну много материала тратится и так у меня вот такой воротничок как бы стоечка просто широкая спинка это должно быть широкая свободная поэтому вот я не помню девочки уже делала я изменения увеличивала по-моему я закрывала или наоборот оставляла открытыми вытачки где они должны были быть поэтому относительно широкая прям такая я сделала здесь клепки металлические вот у нас открывается жилет и внутри девочки сделала такую подкладку короче сердечками это была у меня такая юбка которая уже сто лет не носилась и как-то не нашла я сразу черный цвет но он такого черниль на синего цвета выглядит как черный в общем это старая юбка пошла на подкладку но вот насколько у меня хватало ткани вот этой все я сделала внутри ей тоже обтачку здесь у меня переход обработан косой бейкой давайте наверное сниму и покажу вам без манекена вот посмотрите пожалуйста здесь у меня девочки рукава это стежка но она была цветная там какая-то некрасивая поэтому я вот поверх той стежки просто положила ткань сметала и то есть это же не стеганая она вы понимаете да просто уже шила потом как одно целое поэтому мне для рукавов не нужно было подкладку потому что эта ткань вы видите есть подкладочная ткань с обратной стороны стежки понадобилась подкладка только вот внутрь у меня заложена на спине складочка встречная низ просто подшить девочки не вымудрялась сильно потому что ну я подшила временно как бы не стала тут мудрить потому что в проекте все таки еще молния и нужно будет придумать я думаю что я вот как раз из остатков у меня остался метр вот этой ткани постараюсь сделать вот эту юбочку которая будет соединяться с курткой молнии вот именно для этого остался второй кусочек у меня теперь сам жилет жилет длинный то есть я сначала раскроила жилет и потом уже из остатков шила курточку он на молнии и молния девочки такая с двумя собачками они огромные я специально заказывала эту молнию по моему на amazon она стоила 15 евро и то есть я могу раскрыть и снизу замок вы понимаете да извините мне одной рукой не очень удобно но вы понимаете что я могу открыть и внизу но в общем не могу одной рукой далее я вшила в бока тоже боковые молнии внизу как бы разрезы их тоже можно открывать достаточно высоко сантиметров наверное на 30 ну а сам по себе жилет он просто прямой вот такая стойка воротничок я сделаю здесь декоративные элементы скажем так просто вот так если что подтянуть чтобы не мешало вот проймы рукавов и этот жилет девочки на черной подкладке просто черная подкладка в принципе его можно было бы носить на обе стороны но вот знаете должны быть специальные собачки у которых вот этот хвостик перебрасывается на обратную сторону у меня таких собачек нет поэтому носиться будет на одну сторону но если не закрывать молнию можно и на другую сторону перекинуть там конечно нет карманов здесь я сделала вот карманы вы видите планочка да и курточка надевается под этот жилет либо можно жилет просто отдельно носить вот такая красота со спинки он выглядит просто ну то есть он практически прямой правда выглядит час так что сверху шире чем снизу но это не так почти прямой вот насколько хватило ткани настолько и раскроила и конечно же к этому жилету и курточку можно на курточке носить можно шапочку которую я сшила и так я нарядила манекен сверху шапочка жилет курточка ну и конечно же черные сапоги вот такая красота и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Поэтому надо все это устанавливать, чтобы свет был более-менее приятный. Ну, мне так понравилась эта штора. Она выглядит так натурально, что вот никто не догадается, да? Итак, девочки, показала вам то, что я доделала, переделала, показала вам штору. А сейчас смотрите, что я еще сделала. Мне нужна была корзина в спальню для, ну, такие одеялочки для собак, которые обычно лежат то на стуле, то еще что-то, и они мешают. Поэтому я решила сделать корзину, которая ставится под кресло, то есть облагородить. Корзина у меня была, но так как вы понимаете, что за нее все цепляется, мне нужно было сделать чехол, и я его сшила. Сшила буквально там минут за 20, поэтому предлагаю вам посмотреть. Тут без слов, без ничего. Быстро-быстро сшили, и результат. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Сходите на следующее, буду ждать. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Кому что нравится, главное, не оставайтесь равнодушными. Ну, а я в свою очередь желаю вам всего самого-самого хорошего. Будьте здоровы и счастливы. Всем мира и добра. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok